Вы на канале Амижника на всю голову И я вас всех приветствую во втором выпуске Мир компьютерных приключений И вот у меня написан сценарий Ну что ж, по нему и пойдем И сегодня в выпуске Игры на компьютере Командор Амиго Игры на старом добром ZX Spectrum Также рубрика игры на консолях И открывает наш выпуск рубрика Игры на компьютере Командор Амиго И первую игрушку, которую мы сегодня посмотрим Называется Brine the Line Переводится как Львенок Брайн Это платформерная игра для компьютеров Амиго Разработана студией Reflections И опубликована фирмой Psygnosis в 1994 году Изначально игра была написана для консоли Амиго CD32 Но затем была также написана для компьютеров Амиго Включая Амигу с SGA чипсетом Игрушка вышла из-под клавиатуры От создателей таких игр Как Shadow of the Best и Driver Игра начинается вот с такой вот красивой Анимированной заставки Мы попадаем на остров Остров это карта нашей игры И первый уровень джунгля И сразу бросается в глаза Очень красивая графика и плавная анимация Давайте немножко поговорим об игре Это симпатичный платформер Красочная графика в мультяшном стиле Очень красивые фоны Наш герой маленький львенок Который бегает, прыгает, сражается с врагами Прыгая на них или ударяя их лапами В данной игре аппаратные возможности машины использованы на полную Плавный скроллинг Анимация Красивая графика В игре задействованы 256 цветов чипсета АГА Но версия для машин без поддержки АГА чипсета Тоже очень красива А вот тот же самый уровень Только для Амига 500 Без поддержки чипсета АГА Обратите внимание на задние битпланы И данная игра заслуженно попадает в топ-10 лучших платформеров для компьютеров Амига Если за определенное время вы успели пройти уровень То вы попадаете на бонус уровень Бонус уровней бывают несколько видов Можете попрыгать по облачкам Либо уровень вот с такими вот кристаллами И давайте посмотрим игру без комментариев Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И на очереди игра Lined Hair Переводится как Львиное сердце Это платформерная игра для компьютеров Амига Разработанная и изданная немецким разработчиком видеоигр Talion Software в 1993 году Что ж, смотрим Итак, давайте запустим игру От фирмы Talion И с красивым названием Lionheart Вот options сразу зашли, ставим normal И в options также можно протестировать звук, который будет звучать в игре Ну и есть меню Improductions Где мы можем посмотреть небольшой мультик Из мультика мы узнаем, что наш герой готовится к сражению И одевает на себя доспехи И вот здесь его уже ждет его верный друг Дракон На котором он сейчас полетит Но мы его еще увидим в игре И вот мы попадаем в первый уровень И как видим, графика очень хорошо прорисована Также игра имеет три битплана Один основной скроллинг Затем горы И плавно текущие облака Наш герой может бегать, прыгать, махать мечом И у него очень хорошо поставлен удар ногой Также он может забираться на деревья И цепляться за канаты А теперь немножко о сюжете игры Действия игры в фантазийном стиле Происходят на земле кошачьих людей Расы кошачьих гуманоидов Которым угрожает злая норка Есть такой зверек И нам предстоит взять на себя управление героем Также известным как львиное сердце Нам предстоит пройти 14 красочных уровней Наполненных монстрами и опасностями И поэтому придется очень много махать мечом И сражаться с врагами Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И как я и говорил в начале Мы видим львиное сердце летящим на драконе Которое ему помогает сражаться с врагами И продолжают рубрику Игры на Амиго Гонки видом сверху Называется игра Roadkill Написала данную игрушку Творческая студия Vision А презентовала Творческая студия Acid Software В 1994 году Для консолей CD32 И для компьютеров Амиго 1200 С ИГА-чипсетом Так, заходим в папку с играми Выбираем Roadkill И запускаем файл Roadkill AGA Вот такая вот красивая Заставка у игры И также у игры Есть небольшой Такой Видеосюжет К сожалению Только в маленьком окошке Но понять можно Так как Все это работает На 14 мегагерцах И на 2 мегабайтах Оперативной памяти И вот Из сюжета мы видим Как обычно Эти ребята Проводят гонки Так, и вот Такая вот менюшка Start Game И вот перед нами 6 машин на выбор Ну что ж Выберем Циклон И вот мы попадаем На трассу Полную опасностей Мы на 8 позиции Всего 9 машин И теперь немного О самой игре Это гоночная игра Действие которой Происходит в будущем В каждой гонке 9 компьютерных соперников И каждый раз Нужно финишировать В тройке лучших Ракеты И самонаводящиеся ракеты Можно собирать Чтобы сбивать Машины соперников На трассах Вас будет ждать Очень много опасностей В общем Ездим Зарабатываем Чем выше место Вы займете на педестале Тем больше Заработаете Ну в принципе Гонки неплохие В стиле Микромашинок Ракеты 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 Я увидел Что данная игрушка Есть в продаже Лицензионная На трех дискетах Вот так красиво Все оформлено И стоит почти 22 евро Что ж Вот на этой игре Мы и закончим Рубрику Игры на компьютере Командора Амиго А продолжает Наш выпуск Рубрика ZX Spectrum И начнем с игры С красивым названием Crystal King Дом Дизи Написанная в 2017 году Это ремейк Одноименной игрушки От компании Кодемастер Написанная в 1992 году И что же поменялось В ремейке А поменялось Вот что Новый оригинальный 50 фпсный движок Написанный с нуля Новая оригинальная графика Красивая загрузочная заставка Красочные иллюстрации Между уровнями Шесть музыкальных мелодий Игра работает На 128 килобайтам ZX Spectrum И встречает нас игра Вот такой вот Красивой заставкой Где нарисован Дизи А вот эта заставка Очень-очень сильно напоминает Заставку на Денди В базовом картридже Было бы несправедливо Не упомянуть авторов игры Итак Программирование Евгений Барский Внутриигровая графика Дмитрий Пономарев Он же Мороз 1999 А дизайн интерфейса Меню и межуровневые иллюстрации Сделал всем нам известный В спектронских кругах Олег Ориджин Далее Музыка Сергей Косов И загрузочная картинка Марка Антонио Дел Пака С ником Мак Ну а теперь немного о самой игре Это все тот же игровой экшен С элементами приключений И головоломок Наш герой Говорящее яйцо По имени Дизи Которому предстоит обойти Кишащий пиратами И чудовищами остров Для того чтобы собрать Все магические кристаллы В общем ходим Разгадываем головоломки И собираем кристаллы Ну а теперь давайте Немножко посмотрим игру Без комментариев Субтитры сделал DimaTorzok А здесь наш герой Одел на себя акваланг И уже плавает под водой Субтитры сделал DimaTorzok А продолжает рубрику ZX Spectrum Аркадная игра Крокод первая часть Эта игра Выпущенная в 1987 году Компанией Gremlin Graphics Software Попадая в игру Мы перед собой Сразу же выйдем в меню Где можно выбрать управление А также есть options Где можно отключить звук И выбрать скорость движения мяча Как и в любой другой игре Жанра Органоид Вам дается битка Которая может перемещаться По игровому полю И шарик С помощью которого Предстоит разбить Игровой рисунок Состоящий из блоков Разного типа Здесь есть и обычные блоки Которые разбиваются От прямого попадания И блоки с призами И непробиваемые блоки Также есть блоки Которые пробиваются С нескольких попаданий Двигая битку Нужно отбивать мячик Как в теннисе Направляя его На еще не разбитые блоки Стоит только пропустить мяч И у вас теряется жизнь Кроме блоков На поле присутствуют враги Враги просто мешают Полету мяча Сбивают его с курса Есть враги в виде пчел Которые могут при касании Парализовать движение битки Но есть страшные рогатые враги Которые стремятся съесть шарик Тем самым уменьшить у вас Количество жизней Ну что ж Вот и подошла к концу Рубрика ZX Spectrum И на очереди рубрика Как вы поняли из заставки В данной рубрике будут игры с разных консолей А сегодня у нас в выпуске консоль Sega Mega Drive 16 Bit С красивой игрушкой Vector Man Первая часть Это видеоигра в жанре экшен Для игровой приставки Sega Mega Drive Genesis Разработана студией Blue Sky Software И представленная Sega в 1995 году Итак, самая технологическая игра на Sega Разработана студией Blue Sky Software И изданной компанией Sega в 1995 году И это игра Vector Man И вот в начале можем почитать небольшую предысторию В игре очень красивая графика И играется в 60 FPS А также музыка в жанре техно И как в любом другом платформере В этой игре есть объекты, которые Необходимо собирать в обмен на бонусы Наш герой, которого зовут Vector Man Собирает маленькие энергетические шарики Называются фотоны Собрав 100 фотонов, они превращаются В одну дополнительную жизнь А если игрок соберет абсолютно все фотоны на уровне То получит в конце уровня награду в 100 тысяч очков Всего в игре 16 уровней По окончании времени, отображаемого в левом нижнем углу У Vector Man заканчивается заряд И герой погибает Продлить это время помогают соответствующие бонусы В процессе игры главный герой может получать Различные виды оружия А также может трансформироваться в разные формы Также он может уничтожать телевизионные экраны В которых обычно спрятано множество полезных вещей Вub Kanin Мы все очень сильные Вык Твина Ви... 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 И в 1996 году компания Sega представляет игру Vectorman 2 часть. Ну, это уже совсем другая история и тема для наших следующих выпусков. А на очереди рубрика «Демо». И посмотрим сегодня демку на платформе компьютеров Amiga. Называется демка Nexus 7. Написана творческой студией Andromeda и представлена на The Party в 1994 году. Демка написана под Amiga 1200. Демка написана под Amiga 1200. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok